Ведущая уже закрытого в Украине телеканала Медведчука Диана Панченко. Так она говорила о своей работе на прокремлевском рупоре менее чем за год до полномасштабного вторжения. Мне за пять лет работы на Низван никто никогда не говорил о чем я должна говорить, о чем не должна. Меня никто не инструктировал на предмет, что правильно, а что нет. Никогда, я подчеркиваю, никогда в нашем эфире не звучала российская пропаганда. А это ее пост в телеграм-канале, который насчитывает более 100 тысяч подписчиков за три часа до полномасштабного вторжения. Два с половиной года отказываться от Минска, проситься в НАТО, просить разместить военные базы в Очакове, дать зеленый свет языковому закону, закрыть каналы, посадить Медведчука под домашний арест, а потом, когда подгорело, попросить русских не нападать и встречу с Путиным. А когда Путину не удалось взять Киев за три дня, уехала из Украины на Донбасс, чтобы строчить ложь. С 2014-го я получала огромное количество сообщений с вопросом, почему я не еду на Донбасс. Я Диана Панченко, ведущая незаконно закрытого Владимиром Зеленским канала Ньюзван. И я на Донбасс. Весь мир видел, как несколько месяцев подряд российская армия стирала с леса земли украинский город Мариуполь. Однако в документальном фильме Дианы Панченко все наоборот. Было очень страшно. Естественно, взрывы, выстрелы. Кого вы вините в этом? Ну, наверное, Украину. А кого еще? Почему Украину? Ну, потому что они бомбили по своим и знали, что будет. Никто ничего не предупредил. Приди, а бомбил кто? Украина. Вам хочется, чтобы я слово. Украина. Украина. Все сделала Украина, ребята. Нет, нет. Ну, я хочу понять вообще, что. Честно, я клянусь вам. Просто пытаюсь понять. Через год после полномасштабного вторжения России в Украину. Яне все еще непонятно, кто агрессор. Выкладывание пропагандистских роликов, отработка российских нарративов, обвинение украинской армии, возгласы понять и простить. На самом деле полномасштабная война ничего для нее не изменила. А про ее журналистскую работу, мне кажется, вообще некорректно говорить. Есть смысл говорить о исполнении пропагандистских заказов. Недавно на журналистскую работу Дианы отреагировали и в СБУ. Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток, работавшей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют сознанием зрителей в интересах России. Среди прочего речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага. Она родилась в городе Николай, закончила Киевский политехнический университет, работала сначала в газете по-украински, а потом на ТРК Киев. А в 2015-м стала ведущей медведчуковского канала Ньюс Ван. Если долго и упорно называть черное белым, в это поверят. Она стала известной благодаря каналам Медведчука. Их-то и каналами назвать нельзя, потому что это были банальные пропагандистские каналы, как Russia Today и другие источники российской пропаганды. Вся ее работа была – это пропаганда русского мира. Будущего в Украине у нее нет. По ней уже открыли криминальное дело. По статье о гларификации страны-агрессора. А это криминальная ответственность и арест. И поэтому она метит на позиции где-то там, в России. Пытается выслужиться. Не иначе, как Скобеева на минималках. Диана Панченко говорит, что не все так однозначно. И надо разобраться. А на самом деле хочет просто урвать свой кусок русского пирога. Ведь для нее деньги не пахнут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok